Это спортивное известие. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. На летней Паралимпиаде в Токио харьковские пловцы собрали сегодня полный комплект наград. Максим Крипак выиграл золото на дистанцию 100 метров батрифляем с новым мировым рекордом 57,74 секунды. Максим Веракса стал серебряным призером на 100 метровке кролем. Бронзу Веракса и Марина Поддубная завоевали в смешанной эстафете. В медальном зачете паралимпийская сборная Украины занимает пятое место. Александр Шариков продолжит выпуск. Заключительный день чемпионата мира по летнему биатлону, который проходил в Чехии, харьковский юниор Степан Кинож занял шестое место в гонке преследования. Стартовав с 14-й позиции, он сделал упор на скорострельность и в этом компоненте оказался лучшим среди всех участников. Но пять мишеней Кинож не закрыл и, соответственно, отмахал пять штрафных кругов по 150 метров. Впрочем, все это не помешало ему финишировать шестым и поучаствовать в цветочной церемонии. От победителя пассюта Чеха Томаша Микиски Степан Кинож отстал на 1 минуту 7,9 секунды. Любовь Кипяченкова свой лучший результат показала в юниорском спринте, заняв 11 место. Еще одна харьковская участница чемпионата мира по летнему биатлону Ольга Абрамова стала 26-й в женском суперспринте. В Таллине завершился чемпионат Европы по этой хвандо ВТФ. Среди молодежи, кадетов и детей, харьковчане добыли на местных даянгах одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Сильнее в столице Эстонии проявил себя Данил Анишко, который переносил в кадетском турнире в весе до 65 килограммов. В финальном бою он побил своего сверстника из Азербайджана Хусейна Худеева 26-15. Александр Дзюба стал вице-чемпионом континента среди молодежи. Харьковский спортсмен уступил в поединке за титул в весе до 63 килограммов россиянину Али Алиеву 4 балла. Алина Лебедь удостоила серебра в девичьих соревнованиях самой младшей в возрастной категории. Станислав Плесков взял бронзу в молодежных баталиях. Всего украинские тейквондисты выиграли на Таллинском чемпионате Европы ВТФ 27 медалей, в том числе 6 золотых. А кадеты заняли второе общекомандное место. В шестом туре футбольного чемпионата Украины во второй лиге «Волчан» встречался с Ивкасумы в гостях. Игра сразу пошла интересная, не безошибочная, но скучно никому не было. Соперники активно и агрессивно действовали в нападении и старались практически каждую свою атаку завершать ударом. У вратарей работы было не в проворот. В середине тайма кипера «Волков» подстраховал капитан команды Сергей Борзенко, выбивший мяч с линии ворот. На 31-й минуте гости открыли счет. Эффектно убрав на замахе троих защитников, мяч в цель уложил Денис Резепов. Гол вышел на загляденье. Второй тайм команды продолжили в том же духе, обмениваясь опасными выпадами. На 65-й минуте суммы отыгрались. Реализовав пенальти, равновесие восстановил форвард хозяев Ян Ковалевский. Однако ничья не входила в планы подопечных Андрея Березовчука. Они старались вернуть утраченное преимущество и под занавес матча их усилия были вознаграждены. А соорудил победный гол на 90-й минуте бразильский ховбек «Волков» Вендлда Силва Рамос. Волчанск выиграл 2-1 и с 10 очками поднялся в таблице на седьмое место. Возглавляет группу «Б» Николаев, имеющий на 4 турнирных балла больше. «Жилстрой-1» продолжает борьбу в женской лиге чемпионом УЕФА. В стартовом матче второго отборочного раунда харьковские футболистки сражались сегодня в Лимассоле с местным Аполлоном. В первом тайме соперницы обменялись голами. На 11-й минуте Ольга Авдейчук вывела украинок вперед. На 29-й Кристина Фрида сравняла счет. А на 87-й минуте выездную победу «Жилстрой-1» принесла Ольга Бойченко. 2-1. Ответ на игра состоится в Харькове 9 сентября. Максим Котов выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по подводному ориентированию в эстонском Вильянде. Победу воспитанник спортивного клуба НТО «ХПИ» одержал в упражнении «Звезда». Ставшего вторым Вильфреда Крауза из Германии, ученик заслуженного тренера Украины Сергея Василенко опередил на 26 секунд. Бронзовым призером Котов был в ориентирах. Сразу за ним финишировал еще один харьковский политехник Антон Михайлов. Четвертое место Котов и Михайлов заняли и в парной дисциплине карта. Всего украинские подводники добыли на чемпионате континента три золотые и две бронзовые награды. В медальном зачете они были третьими после сборных Венгрии и Чехии. Элина Светолина начала борьбу на открытом чемпионате США по теннису. В стартовом раунде хардового турнира «Большого шлема» харьковская теннисистка, посеянная под пятым номером, победила сегодня 175-ю ракетку «Мира» Ребеку Марина из Канады в 6-2-6-3. За выход в третий круг Светолина сыграет с испанкой Ребекой Машаровой, занимающей в рейтинге ВТА 231 место. На третьем этапе Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы слабожанщины», который завершился на стадионе с дюшерком «Унар», харьковчане завоевали три золотые, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Два финала выиграли кадеты. Виталий Царегородцев и Кристина Косяченко первенствовали в смешанной категории. Полина Зверева в личном турнире. В решающей дуэли она одолела еще одну харьковскую лучницу Софию Пастельняк 6-2. Это, скорее всего, плюс, что мы вместе тренируемся, потому что я знаю, что не получается у этого человека, как он там реагирует на ветер, на поправки, какой у него уровень стресса. Я считаю, что проще, когда с одной области стрелять. Но обиднее проигрывать. В индивидуальных финалах элитного турнира, которые проводились по международным правилам альтернативной стрельбы, хозяева не выступали. А победителем из стрел слабожанщины стали участники Токийской Олимпиады. Сумчанин Алексей Гунбин и Лидия Сеченникова из Черновцов. В командных соревнованиях женская сборная Харьковской области заняла второе место, а мужская была третьей. В миксте бронзу заработали Екатерина Дубровина и Максим Колесник. Блочники в смешанной категории победили. В финальном поединке Вадим Головко и Елена Гриншпу надолели киевский тандем Дмитрий Львовский и Виктория Дьякова с минимальным перевесом. 144-143. В командном турнире Головко, Александр Соколов и Юрий Дорошенко удостоились серебра. На будущей неделе во Львове состоится традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень». Финал Кубка Украины пройдет в Новой Каховке в начале октября. Сегодня все о спорте. Удачи вам, хорошего настроения и будьте здоровы!